У человека должен быть здравый смысл, но кому он должен, непонятно. А потому именно он чаще всего покидает чат. Друзья, во-первых, хочу поздравить вас с прошедшим вербным воскресением. Возможно, не все из вас являются верующими людьми, но о существовании дня, когда Иисус вошел в Иерусалим, наверное, многие из вас знают. И я, если честно, был уверен, что знают об этом христианском празднике и правоохранители органов. Но прошедшее воскресенье показало мне, как я ошибался. Я приветствую всех своих зрителей. В студии работает Николай Арбаков. В ночь этого воскресенья в Петербурге католической базилике Святой Екатерины на Невском проспекте должен был состояться пасхальный ритуал зажжения огня. Собрали священнослужители, верующие и просто неравнодушные зрелищем горожане. Началась подготовка к ритуалу, который, между прочим, у этой церкви проводится каждый год на протяжении трех веков. Но церемонии не случилось, потому что вмешалась полиция. В воскресенье написали многие СМИ, правоохранители просто-напросто разогнали верующих. Но после в инцидент вмешалась архиепархия Божьей Матери в Москве. Пресс-служба, которая заявила, верующих никто не разгонял. Нам просто не дали возможность начать светильничное богослужение вне храма. Это была цитата. Да, друзья, конечно, их никто не разгонял. И, конечно, они в этом никогда не признаются. Но просто понимают, что живут в России. И если сегодня оскорбить ОМОН, завтра он может оскорбить и верующих. Причем я сейчас не про прихожан, а про тех, кто с кадилом и золотыми распятиями. Но суть это не меняет. Благословление огня вне стен храма не произошло. Полиция посчитала, что пасхальный обряд с большим количеством людей должен был быть в обязательном порядке согласован с властями. А этого почему-то не произошло. Как потом рассказал журналистом-наседатель храма, отец Павел, произошло маленькое недопонимание. И сотрудники ОМОН попросили разрешения, которого в предыдущие годы не требовали. Конец цитаты. Поэтому вместо традиционного зажжения Костровища обошлись скромной свечой. Главное, что зла друг на друга участники инцидента не затаили. Это-то да, друзья. Но обратите внимание на комментарии отца Павла, где он прямо говорит, что такое разрешение на проведение пасхальных мероприятий раньше не требовалось. А теперь под гребенку всем сидеть по норкам, по палой церкви. Ну да, все правильно. Если она с народом, то пусть живет как народ. А то, что существует конституция и свобода вероисповедания, так это только на бумаге. И да, собираться больше, чем один человек в России тоже не рекомендуется. Хотя есть такой прекрасный российский город. Екатеринбург, welcome. Это мой родной город. Так вот, у нас в эти выходные пикетчик простоял не трону их два часа. Но это у нас. В Москве такое тяжело себе представить в сегодняшней парадигме. Потому с одраганием в сердце ждем разгонных людей, ожидающих городской транспорт. Ну, мало ли что они там позадумали, стоя на своих остановках. В Латвии, вот, например, русские вообще начали умирать от страха. От страха снова оказаться в России. И как говорит наша любимая Юля, я сейчас не шучу, московский комсомолец утверждает, что после посещения курсов по латышскому языку, две женщины пенсионного возраста погибли от переживаний за вероятный провал экзамена на знание языка. Еще в сентябре прошлого года в Латвии вступил в силу поправки, исключающие возможность продления россиян временных и постоянных видов нажительства. Если они не говорят на латышском. При этом для исправления ситуации россиянам дали срок до 1 сентября текущего года, то есть полгода. За это время они должны посетить любые языковые курсы и по их прохождению сдать экзамен. Но для некоторых экзамен оказался не языковым, а смертельным. Теперь актуальна новая поговорка. Как у латыша язык до душа, как оказалось русские пенсионеры всю жизнь, еще со времен Советского Союза, а оставшиеся жить в Латвии, успешно входились родным языком. А теперь в почтенном возрасте над ними вдруг нависла угроза депортации. Ну как тут и начать переживать. Все тот же московский комсомолец, кстати говоря, например, пишет, что уже и до сентября местная соцслужба перестает обслуживать пенсионеров, обращающих сотрудникам на русском языке. В ответ слышит учитель латышский. А я смотрю на эту ситуацию, мне становится по-настоящему обидно за страну. Это же до какой степени нужно бояться России, чтобы предпочесть ящик, но только не депортацию. А ведь наша пропаганда утверждает, что мы лучшая страна в мире, и все остальные страны нам завидуют. И в принципе, если смотреть телевизор, то в это можно даже поверить. Но вот если смотреть чуть дальше и чуть шире, то пиория оказывается обречена на провал. И в сегодняшней ситуации, конечно, лучше было бы отсидеться где-то за границей. Но я русский, и свою страну покидать не собираюсь. И вам не советую. Пусть даже в последнее время лично в моем городе и области участились случаи вербовки бойцов ЧВК в Абре. Местные интернет-издания Е1 утверждают, что черные машины с логотипами ЧВК замечены сразу в нескольких городах Средновской области. Возле каждого такого мобильного пункта ходят волонтеры и предлагают горожанам пополнить ряды бойцов. График работы, обеды, корпоративные мероприятия не обсуждаются. Доприманивают высокими зарплатами и премиями. Также агитаторы ходят по домам и разносят приглашение принять участие в СВО. Например, в Арамиле ходят и рассылают почтой массово, пишут местные СМИ. Но миллионов в месяц, друзья, это, согласитесь, не слабая такая прибавка к жизни. Кто и самые, которые россияне, в общем-то, не знают. Но есть только одно но. Никто не говорит, что от таких зарплат еще и умирают. Ну или нет зарплаты. Между тем, в России вновь заговорили о премиях за сбитую вражескую технику. Телеграм-канал «Привет, Ростов» утверждает, что инициатива исходит от администрации города. Правда, никаких официальных подтверждений на сайте администрации пока не опубликовано. Поэтому реально ли дают за голову Леопарда Абрамса и Челленджера полмиллиона наличными утверждать я не буду. Зато в Ростове успешно вирусится ролик для привлечения бойцов. И, видимо, этого в России уже не отнять. До войны работал в личной охране. Услышав о наборе в ЧВК «Вагнер», не задумываясь, присоединился. Коллектив здесь обалденный. Ребята все настоящие. Зарплата достойная. Платят вовремя. Никаких задержек с этим нет. Мы не сдаемся, не отступаем своих, не бросаем. Ребята, если у вас есть стальные нервы и стальные яйца, будем ждать вас здесь у нас в ЧВК «Вагнер». Хотя, друзья, я прекрасно понимаю, почему в последнее время началась такая спешная борьба за тела потенциальных бойцов. Ну просто, как говорит пропаганда, Украина готовит контрнаступление. И именно этому поводу федералы теперь уделяют особое внимание. Что мы знаем про украинский контрнаступ так называемый? И как относиться к заявлению Блинкина о том, что украинцы пойдут и Вашингтон в стороне не останется? Ну, мне кажется, надо относиться к этому самым серьезным образом. Потому что, действительно, последние несколько дней наблюдается активизация украинской артиллерии. Читается замысел противника ударить здесь сразу по трем направлениям. С одной стороны на Сватово, от Лимана в сторону Кременной, и от Северска в сторону Лисичанска. То есть противник хочет таким образом, с одной стороны, разрубить нашу группировку здесь на несколько кусков и попытаться выйти на Старобельск. Со Старобельска уже следовать на Лиман с другой стороны, в сторону Крыма, да, и в сторону Мариуполя, если они захотят ударить через Волноваху. Резервов у них, к сожалению, много. Резервов, если верить телевизору, действительно много. Еще в воскресенье в программе Скобеевой говорилось о 100 тысячах. А уже в понедельник Пригожин читался в цифре в четыре раза больше. По информации с Украиной, по информации различных наших источников, ориентировать, что украинцы должны начать наступление. Это наступление они сейчас пока не начинают, ждут, когда окончательно просохнет почва. Может быть ждут какие-то дополнительные прибамбасы, ракеты, бронетехнику, любую, все что-то. Без разницы, что они ждут. У них собрано порядка 200, по некоторым источникам, только 400 тысяч личного состава. Недооценивать это нельзя. И вот тут началось. Дональд Рамп, например, зачем-то в своей социальной сети сделал страны последнюю свою запись. Он написал. Цитата «Третья мировая война». А муж Симонян вдруг решил привлечь к спецоперации «Российский олигархат». Что должно еще произойти, чтобы вы опомнились и осознали, что возврата назад не будет. Вы или с бабками попрощаетесь, или еще с чем-то. Может, с любимыми туристическими местами, может, с домом на Кап-Ферран. Не знаю, что там у вас. Дорогие мои, это очень плохо в условиях войны. В том состоянии, которое сейчас происходит в обществе, мы ждем этого сраного контрнаступа. Нас готовят к этому контрнаступу. А мы после харьковских историй прошлого сентября, октября, уже дуем на воду. Дуем. Мы можем получить здесь политический террор. Обращаюсь ко всем, от кого это зависит. Просыпайтесь, пожалуйста. Потому что Родина в опасности. Обратите внимание, друзья. Они все хоть и боятся, но ничего делать лично они не собираются. Потому что у них своя правда, та самая, которая в скорое время не войдет в учебники истории. Это только в жизни все страшно и кроваво. На бумаге все гладко и сладко. А я вам напомню, что при примере на год назад многие СМИ писали о том, что датой 24 февраля президент смог остановить расширение НАТО. Но по истечении года стало понятно, что план отрицательно удался. И Финляндия, например, стала 31-м членом Альянса. Швеция тоже не собирается отступать. Хоть пока и буксует. А там, чем черт не шуть, и дает до Украины. Ведь за ее спину допускается. И теперь уже официально. Вступление в конфликт стран НАТО. Об этом в понедельник сообщила деловая газета «Взгляд». Ссылка на американский ваших лом-пост. Причиной этой может послужить сбитой России осенью британский самолет-разведчик. Так вот, что это было? Провокация для вступления в Третью мировую? Или же повод лишний раз пообщаться покажет время? А пока мы видим то, что видим. И картина, прямо-таки скажем, не радужная. Хотя, ну и понятно, ведь несколько лет в России пытаются запретить радугу. И кажется, этот момент теперь уже не только близок, но и понятно, чем надиктован. Я ни на что не намекаю, друзья, потому как сидеть в блоке всю неделю нашей редакции категорически не понравилось. Но зато за это время мы подготовили для вас спецпроект, который уже совсем скоро заявим. Мы расскажем, как продвигается борьба с колобичинской мафией, кто включился в конфликт против частного крематория в Екатеринбурге. И почему колобический король Глухов Анатолий Петрович не построил свой частный крематорий в элитном поселке Палникс, где он проживает, и где у него, да ведь, уже был обыск. Кстати, в этом поселке проживают наш губернатор Куйвышев Евгений Владимирович, мэр Екатеринбурга, Орлов Алексей Валерьевич, ну и, конечно, долларовый миллиардер, владелец РМК, а, и спонсор специальной военной операции Алтушкин Игорь Алексеевич, и другие не менее авторитетные персонажи, и другой добропорядочный люд. Я напомню, прошло уже несколько судебных заседаний, а результаты смотрите в нашем выпуске. Обязательно посмотрите, потому что сегодня частный крематорий образовался в моем городе, завтра подобный может появиться у вас. О обычных целях происхождения нам, увы, никто не расскажет. Впрочем, не буду забегать вперед, все увидите сами. А на этом я заканчиваю. Увидимся обязательно.